МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні у Гомелі пройшла сесія обласного совета депутатов. Головное питання парадку дня справоздача старшині Абловы Канкама об соціально-экономічной ситуации у регіоні. Які выводы зрабіл Владимир Дворнік, ведаюць наши корреспондэнты. Гэта уже традиція. Пасля подведення усіх выніков соціально-экономічного развіця регіона садповідной справоздачей перед депутатами выступая старшиня обласного виконавчага камітета. Причым на гэтый раз у делу посядженні прийняли і депутаты національного сходу ад Гомельщины. Кажуть, што не глядяши на загруженность у парламенті за ситуаціей на Малой Радзіме, сочась уважлива і пастоянна. Результаты Гомельського області є. Дякую, що сьогодні випроси по нефті у нас загружених заводів. Але місці з тим, як і везде, є свої проблеми. Активно кадри працюють. Саме головне – вирічка на чоловіка, економічні результати роботи. А будуть ці результати – випуск промышленних продукцій, строїтість, буде достойна і заробітна оплата роботи. Старшіння Гомельського облаканкама так само каже об наявності проблем у економіцы, але подкресліває. Па выніках минулого года, па цэлым шаргу позіцій, регіон Україні – сярод лідерів. Парашіння Республіканській конфедерації прадприємальництва. Наша в область – ліпшая для ведення бізнесу. Бюджет заховує соціальну накераваність, а узровінь безпраців'я літа ісклав 1% ад колькості працаздольного населенства. На Гомельщині самая малая сірод області і країны колькась тратних прадприємствів. Нават будовніча галіна, дзі літаць означалася скорочення обйому витворчасті, отримала прибыток у 23 мільйона рублів. І гэта так само лєпшы пакашчык у Біларусі. По итогам 2016 года народохозяйственний комплекс регіона, несмотря на очевидні трудності, сработал стабільно. По количеству выполнених прогнозних показателів, установленим правительством, которые входят в матрицу задачу безполкомов, наш регіон делить лідируючі позиції з Брестской і Гродненськими областями. Із 11 доведенных показателів області не выполнено 4. Баде саме значної складаності економіці регіона зв'язані з проблемами двох буйних предприємствів беларускага металургічнага і мазырскага нафтеперепрацовчага заводав. Разом з тим, за минулый год на Гомельшині створено більш як 700 новых предприємствов, прикладна чверть яких у промысловай сферы. І такая ліжба. По выніках питання, амаль 80% жахаров в області отшувають сябі у бяспєцы як дома, так і на вулиці. Што тишецца гэтага года – головна задача для органов уладу всіх узровню паляпшення ситуацій у економіце. У рішті гэта адзіная махчымаць росту добробыту. Актуальним остаєцца наращування і глюбокая диверсіфікація експорта, а також ефективна модернізація дзействуючих предприєцьів, в том числе путем привлечення промых іностранних інвестицій. Олег Сенцюров, Ольга Канавалова, Валерия Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Сёння у Гомелі прайшли урочистості промеркованые до ста годзі обласной газеты «Гомельская правда». Узнагороды ад національного сходу, Галіновага міністерства і обласних улад, плюс тетралізованая постановка, закликаная адновіць найбільш значна сторінкі гістори івыдання. Свято наведалі наші корреспондэнты. Сакавік 1917-го вільмені просты час. Царська улада ўжу нема, а часовый урад яшчы вільмі слабы. Ізвістія рабочих і солдатських депутатов. Менавіта під такій назвай починала сваю гісторію «Гомельская правда». Удалая спроба розказаць людзям, што саправды робіцца ў гораді і таким чынам допомагчы сарэнтавацца ў сітуаціі. С часом гэта стала правилам рэдакціі. Ністі толькі праудзівае слова, а наведдыві зу газеты адповідны. Для нас нема дробязя ўважна ўсё. Правда, цяпер гэта тычыцца не толькі непосрэдна інформавання чыта чоу. «Гомельская правда» – актывны ўдзільні грамадськах жыцця, на профісійну допомогу якога заусёду можна разліцчвачь. У нас недавно саміх был юбілей, правда, нам в два раза менші. Но тем не мене, вони прекрасно підготовили публікацію, прекрасны іздання, книгу юбілейну підготовили. Мы очень рады і гордзімся такіми хорошими атношэннями. Са святам колікты ў «Гомельская правда» павіншаваў президент Беларусі. Па папулярнасті і таражи ваше выдання – адно з лепшых ўрегіональны перйодыцы. Стабільна аудиторія чыта чоў – вільмі значны капітал, які вы імкніціся захаваць і повеличуць своім профісійным майстырствам, адзначуў Александр Лукашэнка. У гэты дзень ў вогулі було шмат геншаванню і узнагарод. А цавету міністрів і Міністырства інформація, національнах асходу Республіки Беларусь, обласного га выканавчага камітэта і Савета дапутатов. Гэта празнання заслуг і прыклад для інших – сьогодні гумельськая «Прауду» вышла за рамкі толькі друкавана гавыдання, што дозволяй ёй заставацься пастоянна запотрабаванной. «Сегодня невозможно быть только еженедельником в печатной версии. Сегодня у каждой газеты должен быть полноценный интернет-ресурс. Информация приходит в этот мир 24 часа в сутки. Поэтому быть на связи со своим читателем, зрителем, слушателем 24 часа в сутки, не отставая, а идти в ногу с информацией, а для читателя газеты уже нужна на страницах еженедельника или газеты, которые издаются два-три раза в неделю. Уже нужна качественная аналитика. А быстрые новости, быстрая информация, конечно, интернет». Олег Сентюроу, Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гумель». Протягиваем выпуск. У будынок податковой инспекции по Гумельским районе кинули бутыльку с запальной сумесью. По данным факте сбуджена криминальная справа. Проводится комплекс следчих дейняв и оперативно-вышуковых мероприемствов. Призначены широк экспертиз, утемлику пожарно-техничная и экспертиза гаруча-змазочных материалов. У совези с шакаемыми шестями и митингами 25-го соковика Управление внутренних справ Гумельского облаканкама звертается до всех же хороу региона с просьбой заховывать парадок и не порушать законодавство. Заклики выездить 25-го соковика на улицы городов для отдела у митингах у опошний час прахучали практически во всех буйных городах Гумельской области. А до областного центра до Жлобиной Мазыра. Нагадаем, у Гумеля мясцовые улады пропоновали для организации мероприемства пляцовку калядома культуры Випра. Проведение митингов на инших пляцовках лечится несанкционованным. У совези с чем виноваты могут быть притягнуты до администрационной отказности. Хотел бы гражданам напомнить, что за проведение несанкционированных мероприятий в Республике Беларусь существует административная ответственность по статье 23.34, где предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин либо административный арест до 15 суток. Хотел бы еще раз убедительно обратиться к гражданам не поддаваться на данные провокации и уговоры всевозможных граждан. Сегодня у Гомель пройшел мини-кермаш вакансий. Проционные мессы пропоновали тем, кто мая профессию альбо квалификацию швачки. Кермаш вакансий – одна из распаусюдженных форм работы по праце-улатковании насельництва. Яны постоянно проходят в управлении по праце-занятостей социальной обороне Харвы Конкама. На гэты раз вакансии пропоновали АМАЛЬ-10 предприемству державной и приватной форму ласности. Специалисты проводили для потенциальных кандидатов консультации, расповедали про узровень оплаты и умовы працы. В управлении по праце-занятостей социальной обороне Харвы Конкама могут пропоновать 150 вакансий швачки. Головное потребование – наявность квалификации. Продугледжены и навучальные курсы. Я работал недавно в детском саду, там зарплата маленькая, в общем, но у меня не получилось. Одну с такой зарплатой и пришел искать сюда вакансии. Пойду сегодня на это предприятие, посмотрю заинтересованную специальность, которую мне предложили. До речи, допомогу у праце-улатковании готовы оказать и Белорусский республиканский союз молоди. У ближайшие выходные у территориальных комитетов с 10 до 14 годин будет организованы прием молодых грамадян во взросле до 31 года. На пытание откажутся секретары районных комитетов, а так само супрацовники управления УПА праце занятостей социальной обороне. Уникальная махчимость для суйскальников працы – заявить об жадании праце-улатковаться празинтернет. Для этого необходимо выйти на сайт Гомельской областной организации БРСМ и в разделе «Праца» заполнить заявку. У ближайшие выходные на территориях, прилеглых до центрального рынка, у разгорницы – масштабный кермаш. У мероприемстве примутю дел фермерские господарки и организации «Аблспожил Союза». Усягокаля – 30 субъектов гандлю. Свою продукцию я не представить на пляцовце перед центральным выходом у рынок. Тут по сниженных ценах можно будет набыть хлебобулочные, кондитерские, каубасные выробы, мясные полуфабрикаты, свинину и яловичину. А так само плодоохородненную продукцию, насенья, саджинцы и рассаду. Скидки будут досягать 30%. Кермаш пройдет 25-го и 26-го соковика, с 9 до 17-го годин. Я думаю, что в дальнейшем мы эту практику продолжим. Это дополнительный товароборот, это даем возможность покупателям вывести товар по сниженным ценам, акционные товары. Поэтому будем в дальнейшем продолжать. Мы приглашаем жителей и гостей нашего города за покупками. Приходите, не пожалеете. На выходных протягнуть работу и региональные универсальные кермаши на площади Паустанья. Гандлевать будут с поживецкими товарами, сельско-господарчей продукцией и вырыбами народных промысла. У Гомельской областной библиотецы отбылось третье посяжение навукового кафе. На этот раз простовники навуки и громадскости обмерковали тему корыстности генно-модификованной продукции. И хоть до одной думки так и не пришли, але почули шмат цикавого. Под обязанностями Володая наш корреспондент Олег Синсерову. Генные инженеры и биотехнологии сегодня гэтыми словами никого не издевить. Хоть об долготерминовых наступствах экспериментов с ДНК не ведают, напевно, сами навуковцы. Бадай одинная становчая достигнение в этой сфере, якое никто не спречвая, распроцовка новых видов дековых препаратов, які реально вратовують житти людей. В ученые перекананы, минавито генные инженеры, да поможа позбавить человечество от самых небеспечных воров, уключающих рак. Все лекарства на 80-90% получены с помощью трансгенных, специально подготовленных генетиками, генными инженерами бактерий. Иначе мы провалимся в 19 век. Практически все лекарства сделаны по генно-инженерным технологиям, то есть с ГМО. Але то, что добро для медицины, не гарантуя користи для инжексфер, у Института Лесу Национальной Академии Наук генными распроцовками занимается уже не первый год. Для проведения доследований у набыли обсталевания опошнего поколения. Сегодня тут ведутся работы с уместно с московскими партнерами. Правда, казать об выкористании распроцовок у промысловых масштабах в ученые поколения мкнутся. Восягодная помылка может привести до экологичной катастрофы. Если мы, например, встроим ген, который повышает устойчивость растений каким-нибудь насекомым энтомофагом, то есть они перестают хвои, листы, грызущие насекомые нападать на эти растения, то это приведет к дисбалансу всей экологической пирамиды. Выпадки, когда гены модификованных сельско-господарших культур передавались пустодельным рослинам, новоковцам, до речи, уже добра ведомые. Причем, замагаться с таким теперь уже суперпустоделем практически немогчимо. Неоднозначная ситуация сегодня с выкористанием генномодификованной харчовой продукции. У некоторых краинах ее доли на рынку достигают уже 80%, але ведомая и иншая личба, только 5% европейцев становятся до ГМ-продуктов. Эксперименты с выросшиванием генномодификованных кукурузы и бульбы в нашей краине проводились, хоть промыслового протягу по кульне тримали, але манипуляции с ДНК сегодня у свете настолько распосюдженная з'ява с жботмиллиардными укладаньями, что полностью выключить махчимость заявления на чинном рынку ГМА-продукции немахчима. Причем, ей спектр вельми широкий, от шоколады и колбасы до майонезы и ежих утках приготовления, по некоторых прогнозах генномодификованные продукты у Беларуси станут распосюдженной з'явой на протягу ближайших 10-ти годов. Многие ученые переконаны, что это потребование часу, так званые чистые продукты, застанутся, але каштовать будут дорого и доступными станут не для усих. На своей почве, конечно, лучше, но это очень дорогие продукты, и они доступны только, так сказать, элите или ограниченному кругу. А на самом деле, если сейчас отказаться от ГМО-продуктов с использованием современных технологий, мы не накормим 8 миллиардов людей. На планете максимум прокормит планета 5. А вот с генными технологиями, с этими, мы новые сорта выращиваем. Пожалуйста, 8 миллиардов и 10 прокормит планета. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадуя компания «Гомель». Завтра у Гомеля пройдут первые субботники, але доброе упорядкование и озеленение города распочалось ранее. На переддневесновая акция по пассации «Дрэу» прошла в центральном районе. За инициативой проведения акции под названием «Зелёный дворик» выступил депутат Палаты представников национального схода Олег Левшунов. В минулом году дельники мероприемства высадили червоный дуб по улице Советской. А сёлята для озеленения Клёнковского микрорайона выбрали клёны. 50 молодых саджанцев будут уприхоживать в улицу Чачерскую. Мы попросили площадку, где действительно сегодня требует внимания район, чтобы ухаживать здесь. И нам определили вот такую небольшую территорию, аллея, пускай будет депутатская аллея по улице Чачерской. Буквально недавно, вы видите, выросли такие микрорайоны. Раньше мы знали, здесь видели пустырей, сейчас обживаются семьи, люди обустраиваются. И я думаю, что мы их порадуем. На этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочным с разведцем падею Гомелев в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова